Приветствую вас. Если говорить прямо о советах, да, хотя мне не кажется, что это хорошая идея, прям, советовать вам что-то. Вот, но если, если мы говорим о советах все-таки, то я думаю, что самый лучший совет вам может быть заниматься только тем, только теми вещами, которые дают вам хорошую, качественную, обратную связь, эмоциональную, обратную связь, живую эмоциональную связь. То есть, грубо говоря, вот заниматься только тем, что где вы, тем, что вы чувствуете, что да, да, это мое, да, я хочу этого, да, ух, как круто. Вот, примерно так. Так. И только в таком случае вы можете рассчитывать на определенные изменения в своей жизни, на определенные изменения в своем взаимодействии с другими людьми, на определенные изменения в своем восприятии себя и так далее. Вы это сделать, в принципе, сможете. Но только в результате такого вот поведения. в результате таких перемен, скажем. Так. Это то, что вам можно порекомендовать прямо здесь и сейчас. Это то, что вот можно вам порекомендовать сделать прямо-прямо вот в текущую минуту. Вот. И тогда у вас изменится все. Но никуда не денется от этого, например, проблема самооценки. Никуда не денется от этого, например, проблема восприятия себя, такого, я бы сказал, искаженного восприятия себя. Никуда не денется. И, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы позаботились о себе. И выбрали, например, психолога на нашем ресурсе, поработали бы с ним. Как раз таки на предмет повышение самооценки работы с вашими страхами, которых у вас, как мы видим, достаточно много. И так далее. То есть, разобраться с этими моментами, разобраться с этими аспектами. И после этого, уже можно будет вам что-то рекомендовать. Мне кажется, что вы склонны к тому, чтобы себя винить. Мне кажется, что вы не уверены в себе. Мне кажется, что вы склонны сомневаться в себе. Мне кажется, что вы достаточно такой мнительный человек, тревожный человек. Не доверяющий себе, да, не доверяющий своим собственным чувствам и переживаниям человек, да. И не понимающий точно и четко, где он, то бишь, где вы, а где другой человек. То есть, проблема личных границ у вас тоже может быть присутствует. Поэтому здесь нужен не совет, а здесь нужна работа. В идеале, работа, ну, такая, знаете, более или менее, да, постоянная, постоянная с вами. В идеале. В идеале это более или менее, постоянная работа. В идеале это более или менее, регулярная работа с психологом. Вот. И направленная на изучение, на исследование себя и своих собственных желаний, своих собственных потребностей и так далее. Вот. Ну, понятно, что вас никто не заставит этого делать, если вы, например, не захотите, если вы не захотите этим заниматься, вас никто не заставит. Вот. Но, тем не менее, как бы, речь идет именно об этом, да. Речь идет именно о том, чтобы исправить на постоянной основе те моменты, которые вас сейчас тревозят, например. Вот. И понятно, я надеюсь, понятно, я надеюсь, что без терапии, да, без психотерапии, ну, у вас не будет возможности это исправить. Ну, у вас не будет возможности измениться, измениться. Настолько, чтобы, чтобы вам было хорошо. Настолько, чтобы вам было прям вот здорово и чтобы вы были довольны, чтобы вам было комфортно. Потому что есть вещи, которые вы просто можете не видеть, не осознавать, не чувствовать, не замечать. А со стороны это все будет доступно, со стороны это будет куда более понятнее, со стороны это будет куда более очевидным. Вот. И с этим уже можно будет работать. Вот. Вот, в принципе, так. В принципе, такой ответ я могу вам дать. То есть, с одной стороны это определенная направленность на то лишь, что дает вам хороший эмоциональный отклик. И таким образом вы будете повышать собственное чувство, 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 чувство собственной значимости. Вот. С одной стороны. А с другой стороны это работа над вот теми вещами, которые вас беспокоят, над теми вещами, которые вас волнуют, над теми страхами, которые у вас имеют место быть. Над теми переживаниями, раскрытие этого, разбор этого, ну потому что за подобными эмоциями, как правило, лежат все-таки определенные желания, определенные потребности. А вот. Страх это, да, вообще, про потребности. Запрещенные потребности. Вот. Так что. Я думаю, так можно ответить. Так. Моя проблема, мне сейчас еще раз прочту текст, на всякий случай, чтобы ничего не забыть. Так. Моя проблема заключена в том, что в моей жизни настало время, когда жизнь у себя нечемная. Эм. Что произошло? Ну, то есть, в результате чего такие перемены произошли, случились. Как так вышло? Как вы к этому пришли? Мне кажется, я совсем не образованно. Давайте попотробнее. Вы хотите учиться? У меня здесь нет интересов, в которых я хорошо разбираюсь. На мой взгляд, здесь есть некоторое противоречие, потому что нет интересов, в которых вы хорошо разбираетесь. Но эта фраза, она выдает, на мой взгляд, на мой взгляд, эта фраза выдает непонимание того, что такое интерес. Вот. Потому что интересы, интерес, это то, чем вы увлекаетесь. И все. Вам необязательно разбираться в этом. И уж тем более, тем более, тем более. Необязательно хорошо. В этом разбираться хорошо. Потому что разбираться, разбираться в чем-то хорошо, да, вот именно хорошо. Это оценки. Это оценки. Давайте. Какая штука. Это оценка. Оценка. А у вас, да, у вас, речь идет о... не братвенку. Ну, точнее, речь идет не совсем про адвенку. Речь идет про то, что вам нравится. А не про оценку. Оценка. Оценка. Это все-таки немножечко другое. Оценка это то, что делают другие люди, не вы. Поэтому. Оцениваем интересы своих. Хорошо разбираться. Необязательно. Дальше. Мне не нравится моя внешность. Не принятие себя и оценка. Кто оценивает, у вас плохая внешность. На кто я ориентируюсь? Я продолжаю общаться с людьми, которые плохо со мной обращались. Зачем? С такими людьми можно общаться. Вопрос заключается в том, зачем? Зачем вы с меня общаетесь? Какая цель? Вот именно цель вашего общения. Это важно. Это важно. Это очень, я считаю, важный момент. Дальше. Так. Я чувствую, что не могу без них никакой быть одинокой. Ну тут опять же идет непринятие себя. Я задумался и поняла, что у меня нет нормальных друзей. Для всех друзей я приятель. Потому что вы в них нуждаетесь. Нуждаетесь. Нуждаетесь вы, потому что вам наедине с собой сложно. Нужно преследовать, почему вам сложно наедине с собой. Я боюсь, что на любом многолюдном помещении или же на улице быть одно. Мне кажется, что все плохо обо мне думают. Сытую себя очень неловко. Это стыд. Со стыдом нужно работать. Ну то есть число стыда, оно связано опять же с обвинением. А обвинение это невыраженная агрессия. То есть невыраженная защита. Вот так далее. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Поехали. 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 Удачи. Продолжение следует...